Детишки, осторожно. Пройдя немного дальше, на меня из леса сразу набротился ходячий, который не вызвал никаких проблем. Машина, которая стояла вдалеке, была не в плохом состоянии, но ключей от нее нет. В багажнике лежала канистра, она еще пригодится. По дороге мне встретились еще несколько машин, небольшое здание и мост. Внутри будки ничего толкового не оказалось. Из всех трех машин рабочим оказался только седан, ключ лежал в бардачке. Отправившись через мост, я снова нарвался на группу машин. И дом. Среди них была машина, в которую я влюбился с первого взгляда, но к сожалению ключей от нее не было. Дом был пуст, но не без сюрпризов. На втором этаже было два ходячих, один из них меня напугал и чуть не цапнул. Снаружи была еще теплица, но там я только собрал толпу фанатов, которую потом раздавил на машине. По пути я увидел еще несколько машин, одну из которых я себе возьму, так как ключи от нее я нашел в бардачке, и подцепил к ней прицеп. Знатно устав, я решил немного поспать в машине и двинуть в путь. Моей целью было найти какой-то город или небольшое поселение, где я мог бы набрать припасов для дальнейшего пути. Больше всего меня интересовала вода и еда. Машина была очень резвой, и на некоторых поворотах ее просто швыряло вместе с прицепом. Наконец-то со временем я нашел какую-то большую территорию. Обезопасив себе путь на машине, я заехал внутрь в гараж. Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова